У Гомельской городской клиничной больницы номер 3 в первый день Нового года народилось двое немовят. С початку, о третьей године ночи, на свет заявилась девчинка. Ясно просто четырехгодинный хлопчик. У Анастасии Закружной, это первое детяти, скажет, что практически всю ночь под в окнами палаты находился муж, который первым доведался про радостную новину. До речи от популярных зараз партнерских родов женщина отмывалась одразу. Мне показалось, что он там будет лишним все-таки. Поэтому это чисто женское таинство, поэтому он ждал рядышком. Внутрь он не пошел, потому что мое желание уже было отрицательным быть вместе. Но ожидал он у вас рядом. Шанование мати, якея народили первого студеня, у Гомеля уже традиция. Все это оно отбылось у 12-й раз. Под аромками у роддом приехали представники городского совета депутатов, управление по праце, занятости и социальной обороны, организации «Белая Русь» и «Червоный крыш», а так само предприемства, на яких працуют жанчины. У залей, где проходит мероприемство, практически нема свободного места. Для Лилии Беражной народжена первого студеня дочка третья детяти. Причем первая девчонка заявилась на свет 16-го женивня, який лечится днем отсюда своими руками. Есть такое свято, когда принято дарить подарунки близким людям. Для семьи Беражных оно стало символичным, но на этом приемные совпадения не завершились. Другая дочка народилась в 8-й веке, и вот теперь третья, на Новый год. Мать Кажа ранее думала, что такое бывает только в касках, но реальность оказалась не межприемной. Теперь для меня праздники. 8 марта не женский международный день, а больше рождения моей второй дочки. А Новый год, конечно, я запомню на всю жизнь. Потому что это действительно ощущение неописуемое, когда бьют куранты, а ты ждешь рождения ребенка. То есть для меня теперь это больше праздники, рождения моих детей. Нарождение детяти для женщины выдает головное счастье. Некогда идем, пока медики будут постоянно сожжить за новонародженными, и они еще будут находиться в больнице, постоянно телефоновать родным и дядиться своим счастьем с женщинами-молодыми матери. Новый 2018-й стал для женщин знаковым. Теперь их жизнь будет присвечена перш за все в этом немовлятам. Вероятно, уже завтра женщины, которые народили первого студента, вернутся до дома. Между тем, без праздника медики не застанутся. Другого студента у Гомельской городской клиничной больницы номер 3 народилось 6 детей, третьего еще 7. Олег Синчеров, Валерий Упанько, телерадио компания Гомель.